Чтобы увидеть свет в конце тоннеля, нужно много копать. Привет, меня зовут Даша, и мы продолжаем прежести по моим книжным полосикам. Сегодня видео посвящено полке, на которой стоят книги, как-то касающиеся истории России. Кстати, ты можешь видеть полку вот эту. Тут книги посвящены мифологии. К ней мы вернемся в будущих видео. Начнем. «Мир прах. Учесть имени Минусинский некрополь». Книга написана краеведами местными. Посвящена она самому старому кладбищу в городе Минусинском, моему любимому. У меня там лежит, кстати, бабушка моя и бабушка. А, да, и еще дедистый дядя. Ой, пардон. Здесь есть карта. Это схема. То есть вот здесь мы видим, собственно, саму карту. С обратной стороны самые выдающиеся памятники. И вот там, где карта, мы видим, собственно, самые такие выдающиеся захоронения, захоронения выдающихся людей. А вот там на той стороне, где фотографии памятников, печи, собственно, кто это. Книга совершенно потрясающая. Я его, пожалуй, могу назвать уникальным. Городится тем, что он есть в моей библиотеке, так как я его покупала в местном Минусинском музее, который я обожаю. Эту книгу купила там. И, собственно, я больше ее нигде никогда не видела. То есть она, видимо, какой-то один год издалась и все. Совершенно потрясающая. Она рассказывает биографии великих людей, которые лежат на Минусинском некрополе. Здесь есть, конечно же, и фотографии их, портреты, фото-групповые снимки. В конце, конечно же, а вот есть еще цветные иллюстрации изображающие, собственно, памятники. Очень интересные такие памятники, хочу тебе рассказать, ставили тем людям, которые были последние в роду. То есть с их смертью род пресекся. И тогда вот таким ставили такие в виде дерева с обруленными ветками. Это совершенно символично. И в конце книги есть перечень по фамилиям. Я, конечно же, его посмотрела, думаю, вдруг я знакомую фамилию вижу. Единственная фамилия, которая из моей родословной, это Тропин. Некий Василий Николаевич. Мещанин. То есть это крестьян, который живет в городе. Но если он и приходится мне родственникам, то я об этом ничего не знаю. Потому что имя мне не знакомо, только фамилия. Род Тропиных не из Минусинска. В Минусинск они переехали только в связи с пожаром в селе Большой Хабык. Идлинского района Краснодарского края, тогда это была еще и Нинсийская губерния, в начале 10 века. То есть родом они не оттуда. Да, и если меня сейчас кто-то слышит из потомков фамилии Тропиных, обязательно просьба кликнуться. Также, продолжая Минусинскую тему, также в музее были куплены такие два тома, посвященные Минусинцам, которые, жизнь которых так или иначе касалась Великой Отечественной войны. Здесь фотографии, описания, ну биография их, что еще, цитаты из газет тех времен, описание, что происходило в тот или иной месяц, год, выдержки из писем воевавших минусинцев. Тоже очень выпытное издание, тоже я больше, вот как я говорю, пела, я больше, ну, нигде не видела в продаже. Приобретала также в Минусинском музее Мини Мортьянова. Великие Российские династии, автор у нас, да, составил Петров, в таком старинном стиле изложено, изложено кто составитель, заценим, составил почетный, вольный общий Императорской Академии Художеств и действительно член Императорского Русского Археологического Общества П.Н. Петров. Это действительно Великие Российские династии, то есть это действительно описание династии. Я тебе зачитаю банально отрывок князей Белосельских и Белозерских знаменитейшего рода. Герб князей Белосельских, общий для Белозерских князей. В голубом поле селебряная полоса реки, в которой положено накрест две рыбы. Над рекой селебряный полумесяц с рогами вверх, а над полумесяцем селебряный крест. Щит на мати с княжеской шапкой. И, собственно, приводится в начале описание каждой династии сам Герб. И пошло описание династии. Елисевским князем называется Гавриил Федорович по владению волостью Белое село в Пошерхонском уезде в XVI веке. Он был правнук последнего князя Удельного и Белозерского Юрия Васильевича, внук второго сына от его старшего сына Федора Романовича, когда двое младших Ивана Василия Романовича не оставили потомства. У первого князя Белосельского Гавриила Федоровича было три сына. Елизалия, прозванием Шемяка, Яков, прозванный Леваш, и Никита. Двое последних были бездетны, а подложительным родом оказался один старший Елизалия Гавриловича. И в таком духе описание всего рода. И, конечно же, изобилируют портретами. Вот еще два портрета. Картина «Парад» на Невском проспекте возле Дворца Белосельских. То есть, все в таком духе, как я люблю. Я люблю портреты в династии. Мое любимейшее издание, которое касается последней императорской семьи российской. Это Эдвард Родзинский, Николай Второй. Непревзойденное издание. Советую всем и каждому. Родзинский очень хороший писатель, великолепнейший, также великолепнейший рассказчик. Здесь очень прочувственно, прям все-все-все расписано про житие, собственно, семьи Николая Второго. И, увы, кончина. Очень рекомендую ее к прочтению. Это одна из моих любимейших книг, касаемо истории России. Ничего нельзя сказать о данном издании «Московье. Легенды и мифы». Автор Алексей Бычков. «Нетрадиционная история России». Я даже половины не смогла, если честно, одолеть, заставить себя прочитать. Потому что написано достаточно скупым, сухим языком. И при этом сидишь, идет полное, совершеннейшее отторжение. И дело не то, что это нетрадиционное изложение истории России. Я человек очень-очень лояльный и открыта для всего нового, непривычного и нетрадиционного. Но при этом я человек, который не верит во все подряд. Меня нужно суметь убедить. Левашов, например, тоже описывает достаточно, скажем так, что мы привыкли думать одно, а нам тут такое рассказывают шокирующе. Но при этом он как-то умеет убеждать. Здесь же идет полное отторжение информации. Даже у меня. Хотя я очень лояльный человек в этом плане. Поэтому вот это я как раз не советую. Русские жены. Авторы у нас Обоймина и Татькова Татькова. Я, к сожалению, не уверена, как правильно произносить. Здесь рассказывается история жен величайших людей. Например, Софья Толстая, Елена Рерих, Зинеда Некрасова, Трубецкая, Тютчева, Достоевская, Милюкова-Чайковская. Действительно очень-очень интересное издание. Но я хочу тебя предупредить. Ты можешь очень сильно разочароваться в своих любимых классических писателях-классиках, скажем так. Потому что ты узнаешь о них совершенно жуткие, ужасные вещи. И будешь не, как-то, испытаешь не белую зависть по отношению к им женам. Типа, что, как круто, она была женой самого такого-то, такого-то. Нет. Ты испытаешь исключительно жалость и недоумение. Господи, как так можно? То есть я тебе, собственно, опыт рассказываю. Но если ты не боишься вот этого момента, то очень рекомендую, очень познавательно, увлекательно и интересно. Неофициально «Жизнь Романовых» Михаила Вроля-Пазина. По этой книге я уже тебе рассказывала. Не вижу смысла повторяться, поэтому просто оставляю ссылку и идем дальше. Помню, у меня очень-очень впечатлил Эдвард Радзинский со своей книгой Николая II. И под этим очень глубоким впечатлением, там очень много было цитат из дневников царской семьи, я привела вот это издание, воспоминания, мемуары Николая II. Дневники и документы из личного архива. Не так книга, которую я могу посоветовать, если только ты не являешься, собственно, фанаткой Николая II, вышеупомянутого. Потому что ничего особенного он в своих произведениях не писал. Я сейчас считаю мемуары Комаровской Екатерины куда-как интереснее или любопытнее. Хотя где она и где император убиенный в Север-Усси. Четыре книги, ну, скажем, почти из одной серии. Вот такие вот. Это Ольга Юриковна. Художественное произведение. Сказать, что ошибка увлекательная. Я еле-еле застала себя его прочитать до конца. В принципе, эта книга не такая уж плохая, она может найти своего читателя. Также «Царские судьбы». Вот я в конце этой недели буду снимать видео об одной из книг на Игоря Кукаркин, по-моему, автор. Не помню, точно не буду сейчас срать. Тоже описывает Романовых, но Игоря Кукаркина трудилась куда-как лучше. Поэтому вот из этих двух книг я все-таки рекомендую последние. А кто-нибудь я еще расскажу тебе в будущем. Далее «Екатерина Великая». Художественная, по-моему, тоже книга. Соответственно, сказавшую «Екатерине Великой» не особо рекомендую. И «Путь к трону» — это именно то, как Романовы стали царями. То есть именно вот этот момент начинающий. То есть как состоялось так, в подробности. То есть это не о всех Романовых, не о всей династии Романовых, а вот именно начало-начало. Вот, собственно, вот это четверокнижие, оно неплохое, повторюсь, неплохое, но лично я ничего из этого пересчитать не буду. Еще одна книга, которую бы я не рекомендовала. Владимир Лорионов «Отцарской Скифии» к «Святой Руси». Скучно, необразно, вяло, документально. Вот ключевые слова, которые способны писать эту книгу, и я в свое время ее одолеть так и не смогла. Может, просто не доросла. Как-то я с ней не подружилась. Лев Жданов «Царь Иоанн Грозный». Художественное произведение, тоже не особо захватившее мой интерес. Паханов, Сергей Романов, «Сердечные тайны». Здесь рассказывается о... То есть, название все... Название точно передает достаточно содержание книги, несмотря на то, что на главной странице изображена именно «Последняя царская сеть». Моя книга охватывает действительно сердечные тайны династии Романовых. Очень интересно. Советую. Невский архив. Десятый. Историко-корреческий сборник. Я о ней тебе уже имела честь рассказывать. Оставляю ссылку. Потрясающая совершенно книга, касаемо моего любимого города, Санкт-Петербурга. Городское путешествие с Павлом Любинца. Санкт-Петербург. Это мамин подарок, о чем можно судить по дарственной надписи. Дашенька, желаю тебе в Новом году побывать в этом замечательном городе. Подарим на 2010 год. Желание до сих пор не исполнилось, но я очень надеюсь, что все в будущем. Скоро в будущем. Совершенно представляющее здание. Всем советую, кто так же любит этот город. Он описывает величайших людей, имена которых связаны с Санкт-Петербургом. Потрясающе здесь есть иллюстрации. Их очень много. Я эту книгу проглотила за 2,5 часа. Я просто села за нее, и так все, даже пропала. Ну, собственно, чтобы можно было понять, о чем я говорю. Разворот в одних из страниц. Это, кстати, своего рода и путеводители. Вместо глав маршрут 1, маршрут 2, маршрут 3, маршрут 4. Ну, допустим, маршрут 1 возьмем. Ну, чтобы не наглядно было. Что в себе содержит эта глава? Дом купцов Чаплиных, Дом лавинии бравуры, Дом голландской церкви, Казанский собор, Гостиный двор, Александрский театр. Ой, прошу прощения, Александрский театр. И в конце перечень. Мало того, что гостиниц, так еще и, конечно же, на момент издания книги перечень и ценовых категорий. Здесь же есть почта-связь, то есть это обычная почта, адреса интернет-кафе, адреса ресторанов-кафе, адреса кофейных и чайных, также, конечно же, есть телефоны и e-mail, и адреса веб-сайтов. Вот это прямой путеводитель, мне его подарила бывшая моя коллега, очень хороший человек, это которая знает, что я люблю Санкт-Петербург. здесь карта города и схема метро. Карта. Метро. И есть очень-очень коротко в виде таких вот опознавательных картинок, иллюстрации, обзор вот таких мест. очень-очень коротко, буквально два-три слова. Мой любимый школьный пример, что? Это моя книга, не библиотечная. Автор у нас Денисенко, из музик, островский, старцев, история отечества, от 1939 по 1996. Именно этот библиот является мною наименее любимым, не знаю почему, как вообще, что это книга здесь. Когда я эту книгу я прилила, обрела, когда я ездила в Москву защищать диплом, это у нас государственные символы России, герб, флаг, гимн. Автор Челов. Собственно, название полностью отражает содержание книги. Вот тебе в качестве наглядного примера разворот совершенно случайно. То есть, понятно, да? Очень интересная книга. Также, именно тогда же я вместе с предыдущих книг купила кремлевские усыпальницы. Автор у нас Панова. Вот она. Ну, немножечко скучновато, но я ее смогла прочесть до конца. Действительно, интересно, если ты очень сильно заинтересован, если читатель, сочетатель очень сильно заинтересован в данной теме. Боюсь, если интерес праздный, то книга может показаться неинтересной. Но если интерес действительно серьезный, то да, бери. Почему нет? из моих изданий фамильные тайны автора Третьякова Людмила. То есть, я как-то говорила, что особо избранные книги я примечаю, подписываю на форзасе. Вот, пожалуйста, из библиотеки Дарья. Куплено 25 апреля 2006 года. Здесь рассказывают все-таки самые не то чтобы скандальные, интересные, действительно любопытные истории какие-то, касаемые скажем так, отечественных наших аристократов. здесь есть портреты, разумеется. Сейчас я тебе найду. Ну вот. Грицына Румянцева, например, портреты. То есть, изображение здесь в черно-белом цвете, но книга очень достойная, очень, очень интересная. Я тебе ее очень советую. Что-то я увлеклась словом очень. Действительно, книга будет интересна как по-разному читателю, так и исторически серьезно настроенным людям, потому что информация здесь достоверная, объективная, но при этом подана до такой степени легким языком, что даже люди, которые читают только Космопольт и комиксы, им тоже будет очень интересно ознакомиться с данным произведением. Так, широкоформатное издание под названием Герои русской истории. Так, по-моему, я снимала видео, посвященное широкоформатным книгам, и там я могла рассказать об этой книге, но на всякий случай повторюсь. пожалуй, автор погорячился, назвав книгу Герои. Скажем так, здесь рассказано о людях государственной важности, которые сыграли немалую историю в становлении нашей второй Родины. Из этих личностей к ним слово Герои как-то бы я не отнесла. Книга состоит из заметок, таких статей, посвященных тем или иным. Ну, например, Павел Первым и все, что ему посвящено, вот только на одной вот этой странице мы видим его портрет. Медаль, которую он учредил, вот она на углу. Вот художнику Герои, например, статья посвящена Тадусу и Сульситра статаями здесь. То есть, понимаешь, да, начиная от императоров и заканчивая художниками, то есть, скажем так, самые знаменитые здесь находятся самые знаменитые русские какие-то деятели, неважно, это деятели политические или культурные, ну, такой вот разброс. Не особо, конечно, что-то здесь интересное ты увидишь. Я бы эту книгу не советовала скорее, чем советовала бы. То есть, ни то, ни все. Любимая моя книга с этой полки правила вежливости и светского этикета. Я ее показывала, по-моему, когда только-только начала снимать свои видео, год назад, по-моему, рассказывала о ней. Такое ощущение, что я слетала в 19 век, купила там эту книгу и вернула сюда в 21 век, потому что книга написана как будто бы там в 19 веке в царской России в такой степени вот и стиль написания и сами советы. Ну, что самое интересное, совет актуальный, по-сю-пору. Здесь есть очень множество иллюстраций. Наглядный пример. Сейчас еще что-нибудь найду. Вот еще. очень меня порадовало наличие в данном издании так называемого краткого письмовника. то есть скажем так примеры того, как нужно писать письма. Ну, конечно, на сегодняшний день это уже вообще совсем не актуально. Я очень люблю бумажные письма, не электронные. Я пробовала писать в таком стиле, но поняла, что это что люди меня не поймут. Совершенно потрясающая книга, если у тебя есть возможность ее приобрести, покупай. Конечно же, если тебе интересна данная тематика. Такая вот книга Тайна дома Романовых, я тебе ее, по-моему, уже показывала. она рассказывает собственно о здесь описанной любопытности, скажем так, в серии Насти Романовых. Но я бы не назвала эту книгу исключительно любопытной, интересной, потрясающей, волшебной, и что я ее тебе очень советую. Обычная книга без разряда подобных. Можно идти по-лучшему. Последняя книга, которую я тебе хочу показать, это вот такая замечательная «Сокровище русских музеев, иллюстрированная энциклопедия искусства». Я тебе тоже ее показывала. Она очень тяжелая, поэтому я ее просто оставляю в сроку. На сегодня все. Желаю тебе интересоваться историей своей страны. Читай соответствующие книги. Будь умницей и умником. Пока! Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok